И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний интервьюрик посвящен игровой тематике И сегодня мы вместе с вами будем тестировать новый обновленный паладин Паладин в моем понимании стал совсем другим и стал даже возможно хуже Но это все исходя из чисто теоретических данных А сегодня мы рассмотрим этот корпус в рамках нашего матчмейкинга Посмотрим насколько он видоизменился и насколько эти изменения повлияли на него Ну и заодно скатаем на новом устройстве, которое я считаю, что лучше всего использовать как раз таки на этой пушке Сегодня мы покатаем на паладиножиге, нажиге с адреналином Хоть я в последнее время очень часто начал использовать зажигательную смесь Но по определенной информации адреналин в этом плане смотрится еще даже лучше и интересней Ну и к этой паладиножиге мы берем конечно же дрон ловкач, также иммунку на паладин от подавления Чтобы нам как раз таки не сбивали нашу дополнительную нитру Скатаем один, а может быть даже несколько боев в рамках матчмейкинга По режиму паладин лучше всего использовать в захвате флага в штурме за атаку Либо в регби, поэтому я пикую регби и хочу посмотреть именно там Все это дело, что касаемо самого паладина, что же у нас поменялось Овердрайв стал с 15 секунд 20, но при этом пробитие больше овердрайв не дает противнику при сближении Поэтому будет интересно как это все дело покажет Ну а вы не забывайте конечно же поддерживать данный видос лайком Если вам нравятся подобного рода видеоролики, не забывайте подписываться на замечательный канал И не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш по моему личному тегу в настройках в аккаунтике Вот здесь вот темпшечку устанавливаем вкусную Участвуем в розыгрыше, оформляем покупочку на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов Розыгрыш я считаю тот, в котором реально есть шансик неплохо подформить Поэтому если что, участвуйте, вся информация по этому поводу есть в описании Так, ну а меня закидывает на Рио Будем пробовать сейчас реализовывать нового паладина обновленного Если честно, я полностью согласен с этим изменением Да, я согласен с тем, что паладина уже давно надо было нерфить Но что касаемо жиги, то на сегодняшний день все статус эффектники на ближнебойных пушках занерфлены И нет никакого смысла использовать устройства, которые наносят статус эффекты Лучше использовать либо адреналин, либо зажигательную смесь В рамках этого видоса решил попробовать адреналин Потому что есть человек, который сказал, что адреналин явно лучше, чем зажигательная смесь Хотя я, если честно, сказал бы, что зажигательная смесь в моменте себя показывает лучше Потому что она никак не относится как раз-таки к иммунитетам от поджога То есть если у противника есть иммунки, то вы при любом раскладе будете наносить максимальное количество урончика на зажигательной смеси А на адреналине, если есть у противника иммунитеты от как раз-таки поджога То вы просто теряете определенное количество дополнительного урона, который вы могли бы наносить по противнику Но при этом, если у противника нет иммунитета, то вы в целом будете наносить большее количество урона Нежели с зажигательной смесью Так, первая довольно простая доставочка есть 210 очков у нас уже имеется В копилочке появляется мой первый овердрайв Теперь за счет как раз-таки этих 20 секунд вы можете больше сейвить себя И, ну, по сути, не страдать от статус-эффектов в нашем матчмейкинге, да, на протяжении этих 20 секунд 20 секунд для паладина это очень и очень хорошее количество времени Ну и в целом, даже вот в таком раскладе, если я раздаюсь И, ну, нахожусь, наверное, не в самой быстрой позиции для доставки Мне времени все равно хватает, чтобы даже с таким прожатием под того еще противника Успеть подобрать и доставить мяч, будучи еще до сих пор под овердрайвом Поэтому в плане именно раздачи овердрайва теперь не стоит держать долго овердрайв паладина Стоит быстро его вжимать, хилить самого себя, защищать от статус-эффектов И просто быстро-быстро-быстро действовать Потому что пробития у вас нет никакого, времени у вас больше Соответственно, вы просто быстро прожимаетесь и стараетесь реализовать свой замечательный овердрайв Поэтому с точки зрения именно возможности реализации Она все так же эффективна, все так же имеется Поэтому я вот так вот, ну, довольно быстро и легко сумел один уже овердрайв реализовать Что касаемо этого боя, мы уже 3-0 ведем Неплохо, неплохо, очень неплохо Паладина Жига вообще в целом комбинация себя проказывает сейчас очень и очень круто Хотя многие ребята после нерфа паладина пересели и начали играть на, как раз таки, крусейдере том же Хотя я, если честно, ну, наверное, считаю, что паладин все равно остается неплохим Да, вот именно в тех режимах, где вам нужно таскать флаги Да, если раньше, например, паладина можно было реализовать там на каком-нибудь молоте с адаптивкой За счет пробития и респить противника То сейчас вы так сильно уже зареспить противника не сможете Но при этом у вас есть отличная возможность реализации паладина как корпуса для именно доставок мечей, флагов И, ну, просто выигрыша зоны, да, выигрыша определенной зоны Поэтому, в моем понимании, паладин все так же актуален Так, но у нас прошло 4 минуты, мы уже 4-0 ведем Поэтому можем даже попробовать сделать быструю здесь досрочку, если получится И сыграть еще один боечек 96% овердрайва у меня есть Падаем вниз Ой, к сожалению, падаем в минус К сожалению, падаем в минус Так, мяч наши тиммейты пока что не везут Поэтому попробуем мы сами все это дело реализовать Пока у нас в матчмейкинге большое количество игроков сильных играют именно в режиме штурма У нас есть возможность в таких режимах тоже делать быстрые реализации Ой-ой-ой, сколько мин Как? Да или нет? Нет, не добили, боже Доставка от противника Я хотел сыграть еще одну катку, по ощущениям мы сейчас будем здесь весь бой играть И никуда мы больше не пойдем Реализация второго паладина овердрайва у нас не сработала Чуть-чуть я поторопился Ну и плюс там довольно большое количество мин было на базе у противника Поэтому пробуем реализовать Теперь все это дело Немножечко в другом ключе Так, урончик, хорошо Будем чуть-чуть более на подсейве уже прожимать Не торопясь Потому что я не знаю где там мины у противника и в каком количестве они стоят Потому что сейчас мы разведаем местность Посмотрим есть ли тут мины В краю Ну вроде как не было Вроде как не было Васпик прожимает еще бомбочку 600 очков у нас уже имеется Так, ну и мы попробуем сейчас влететь Вот здесь вот через лево Под доставку мечи начинают раскидывать у нас противники Так, хороший урончик наносим по двоим Оба без аптек у нас остаются Ну и вообще в целом паладина Жига смотрится очень прикольно Да, как сочетание для матчмейкинга То есть у вас средний корпус под лавкач Пушка, которая не нуждается в дополнительном уроне Да, именно в каком-то дроне на дополнительный урон Потому что урона и так хватает Потому что вы и так наносите его супер много Поэтому здесь лавкач просто идеально сочетается Идеально сочетается с паладиной Жигой Так, но только у нас все как-то стало очень долго 8 минут у нас остается до конца Никак мы доставить теперь уже не можем Противник уже начинает играть в свою игру И даже потихонечку что-то пытается навязать нам Это очень неприятно Надеюсь, что тут сейчас мин нету большого количества Потому что я лечу, я лечу, я лечу Я лечу, я лечу и доставляю Есть контактик, все четко Пятая доставочка имеется У меня появляется еще один овердрайв 750 очков за 7 минут Хороший результат Ну и можно сейчас попробовать этот мяч тоже доставить Сразу раздамся, если подберу мяч И попробую оформить доставочку Да, подборчик есть Сразу раздаемся Особо здесь не думаем Паладина еще есть возможность Вот этого вот замечательного дополнительного проезда Ну и шестая доставка под овердрайв Вот так вот Даже думать не надо Просто быстро вжимаете оверку И пытаетесь ее грамотно реализовать Доставочка есть? Есть Контактик есть? Есть Все Все, что вам нужно, уже сделали Полбоя прошло, 840 очков Да, все практически доставки оформил я Вроде как одну доставку оформил наш тиммейт С дополнительной накидки Да, и можем по сути заканчивать эту игру Только вот главное, чтобы я не так в минус панул Тогда заканчивать игру будет немножечко попроще Так, 7 минуток За 8 минут 800 очков То есть это грубо, если у нас было бы больше мячей Можно было бы тут какую-нибудь полторушку выбивать Да, без дополнительных доставленных мячей Конечно, здесь полторы на паладиножиге выбить сложно При том, что я играю именно в мяч А не в киллы Если бы я ехал бы не на мяч, а на киллы Играл бы еще бы дополнительно То, может быть, еще бы больше Можно было бы сделать киллов И больше сделать доставочек А так, все-таки у меня в приоритете Как раз таки доставка мяча Не хочу я особо играть на киллы Противники раздают овердрайв за овердрайвом Я чисто на пассиве, встаю, жду Можно попробовать вообще через веры доставить Не знаю, хватает ли мне здесь высоты Чтобы долететь до точки Мне не хватает, но доставочка все равно вкусно оформляется За 9 минут катка 900 очков Шикарно? Великолепно Просто великолепно Поэтому, что я могу сказать по поводу паладинчика В целом Овердрайв его как бы занерфлен Потому что пробития больше он не наносит То есть, возможность реализации его на пушке Которая дает пробитие И вы будете респить противника на респе Отключается Единственная возможность реализации этого овердрайва Теперь остается лишь только в том Что вы, в первую очередь, играете в режимы Где нужно возить флаги и мячи То есть, это штурм, атака, регби Либо CTF И также У вас остается возможность реализовывать его В рамках саппортинга своих тиммейтов и самого себя То есть, вы чисто играете под хп-шку и защиту от статус эффектов Если вы не играете в регби, в CTF и в штурме Но просто под саппорт Это не так эффективно, как эффективно в режимах, где нужно вам возить что-либо Поэтому, мой вам совет Заходите в регби Штурм за атаку Либо Обычный дефолтный CTF И Качественно реализуете Этого нового обновленного паладина Да, с нерфом Да, без пробития Но Если вы хотите все так же эффективно его использовать То вот Определенный такой вот советик от меня Вам залетает Ну а вы пишите, что вы думаете по поводу нового обновленного паладина Согласны ли вы с моей точки зрения Если да, то напишите Да, что согласны Если не согласны Напишите, что вы думаете по поводу этого всего паладинчика Обязательно поддержите данный видос лайком Если вам понравилось Подписывайтесь на этот замечательный канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики Ну а с вами был Мистер Ванька Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока